Некоторое время назад я дал развернутое интервью очень интересному журналу «Патрон». Он издается в Риге, но это журнал без электронной копии в интернете. То есть это печатное издание. Это настоящий клянцевый журнал для мужского населения, который, конечно, иногда читают и женщины. Но, тем не менее, большое развернутое интервью, которое там помещено с моим участием, мне кажется, представляет некоторый интерес. Обложку журнала вот вы сейчас можете увидеть, как и начало статьи, которая посвящена этому самому интервью. Мне кажется, интервью получилось интересным. И некоторые извлечения из него, которые были записаны в тот момент, когда его давал, вы можете сейчас увидеть. Может быть, кому-то будет проще воспринимать непечатную копию довольно труднодоступного в России журнала, а непосредственно видео. Некоторые извлечения вы можете посмотреть и составить себе представление как о интервью, так и о журнале. Журнал хороший. Советую, кто до него доберется, почитать и посмотреть. Это своеобразное явление, в том числе в Прибалтийских республиках. Давайте мы, знаете, с какого вопроса начнем. Вот мы с вами, когда сели, начали, бросилась в разговоре такая фраза по поводу просветительства. И меня, знаете, какой момент интересует? Вот где-то года три назад я наткнулся, условно говоря, на тренинг или на лекцию. У кого-то на странице ВКонтакте из моих друзей лекция Татьяна Черниговская. Потом... Тренинг о чем? Ну, сам факт, что читала лекцию, люди это выкладывают, этим делятся, это интересно. Тренинг-то о чем был? Это просто была лекция Татьяна Черниговская. И предмет не так важен. Потом я видел, что был на каком-то форуме, по-моему, то ли на Петербургском экономическом, там Жарес Алферо приглашали. Затем, вот сейчас сменился президент Российской Академии Наук, стал Александр Сергеев. Я поймался на мысли о том, что я вроде в инфополе, да, я пытаюсь следить за тем, что происходит. Да, я поймался на мысли, что я вообще не помню, кто был предыдущим президентом Академии Наук. А вот Александр Сергеев то ли в силу его харизма, то ли почему-то так получилось. Но я начинаю запоминать вот эти имена ученых, хотя это не является сферой их интересов. Вот как вам кажется, это явление может хоть как-то косвенно свидетельствовать о том, что интереса к Российской Академии стало больше? Нет. Вы просто стали профессиональным журналистом, и вы фиксируете все маломальски интересное, потому что как какой журналист потенциально это может продать? Это нормально. Ну хорошо, а если взять отдельно, я называю это все-таки феноменом, Татьяна Черниговская, без персоналей, без личностного отношения не погружаясь в предмет, но так или иначе, это один из самых известных лекторов из научной среды, который популярен в бизнес-сообществе у молодых, тем более, что она, так или иначе люди, не погруженные в тематику, ассоциируют ее с тем, что это человек, который рассказывает, по-моему говоря, про мозг. Ну, про мозг рассказывает очень много людей. Но как вам кажется, почему эта тема так людям вообще интересна? Демнение Черниговской меня не интересует. Ее деятельность, я вижу, мягко говоря, не совсем научной, а скорее популяризаторской, потому что она, в общем, не профессиональный специалист, по-моему, она филолог по образованию. Это ее второе занятие, то есть благодаря там в том числе ее отцу, который занимался многими поведенческими вещами. Поэтому она человек, в общем-то, чужой в этой области. Ну, и поскольку она не профессиональна, она вынуждена популяризировать. В основном люди, которые профессионально, может, не занимаются, в основном занимаются его популяризацией. Это нормально. Почему люди это привлекают? Это хорошее дело. Я всячески одобряю деятельность Черниговской. Почему? Потому что она пропагандирует, в общем-то, позитивные знания. Если бы там не было каких-нибудь зеркальных нейронов, когнитомов и прочих глупостей, было бы совсем хорошо. Но это недостаток непрофессионализма. Но ничего плохого нет. Многие этого не знают. Поэтому, в общем, такие лекции, я считаю, полезными. А интерес связан с тем, что люди видят, что основные проблемы, которые возникают в их жизни, они связаны, собственно, с работой их модной. И проблема не в том, что раньше можно было списывать. Ну, как у нас раньше, в советские времена. Это бездарные художники, бездарные кинорежиссеры, бездарные артисты и прочие бездари, а их было вал, полным-полно в советские времена. Они все списывали на что? На злую советскую власть, которая не давала развернуться их творческим началом, лучшим. Вот эти люди говорили, что им не дают реализоваться. Вот советская власть закончилась, и они реализовались. Мы не видим ни хорошего кино, ни хорошего искусства, ни хорошей скульптуры, ни приличных артистов. Есть такая вот профанерная шняга, которая вот там крутит все время с утра до ночи. Это рекламный продукт, совершенно не имеющий отношения ни к какому искусству. То есть очень жалкое подобие. Сейчас ситуация другая. Сейчас человек, почему я такую аналогию провел, не может списать на внешние условия. Ну, как бы, условия все есть. У нас свободная страна, вы можете заниматься чем угодно, вы можете реализоваться как угодно, да. Только из этого ничего не получается. А поскольку это не получается, человек вступает в конфликт самим собой, он от себя любимого-то ожидал большего намного. Он рассчитывал на то, что жизнь-то будет другой, и что он способен на большее, и что он достигнет лучшего. Даже если он ведет себя как старая мартышка, то есть пытается реализоваться в рамках тех социальных правил, которые его окружают, он-то при этом получается как бы нереализованный. И тогда, вот именно тогда, человек начинает в конце концов, ну, если у него есть хоть одна извилина, даже прямая, он понимает, что надо думать о том, что, видимо, что-то не то с ним самим. И тогда он обращается к мозгу, и отсюда интересы к лекциям Черниговской и многих других популяризаторов науки. Ну, и в том числе и к моим, ко всяким вещам. Только из-за этого. Потому что люди пытаются решить проблему, занимаясь своим собственным мозгом или пытаясь понять, как он работает. Вот время сейчас такое, что возможности и доступ к информации при прочих равных у всех примерно одинаковые. Неправда. Ну, по крайней мере, в нашей стране. Неправда. Ни в одной стране нет доступа свободного к информации. Все рассказы о массиве информации, которые вдувают лучше журналисты и политики, являются полным и окончательным враньем. Но никакого доступа к реальной информации нет. Потому что интернет и масс-медиа – это инструмент, на самом деле, скажем так, надувательства большого. То есть, на самом деле, внутренний самоконтроль большинства журналистов, редакторов, руководителей масс-медиа корректируют все время их работу таким образом, что в большинстве случаев эти масс-медиа перестают довольно быстро смотреть и читать, и слушать. По одной простой причине. Чем выше уровень охвата населения, тем ниже уровень достоверности, который поступается в обмен на размеры бизнеса. Поэтому вся эта псевдо-масс-медиа, вся доступность информации – это вранье. На самом деле, серьезную информацию вы можете купить из расчета одна статья – 45 евро. Вот это настоящая информация.